Приветствую вас. Значит, смотрите, вы пишите. С моим парнем встречаемся уже 9 месяцев, и я заметил, что начал терять ко мне интерес. Вот это очень важный момент, что вы встречаетесь 9 месяцев, и парень к вам начал терять интерес. Вы говорите, что я заметил, что он начал терять к вам интерес. Произошло ли это после какого-то определенного момента? Произошло ли это спустя какое-то время после некоторых событий в вашей жизни? Были ли у вас какие-то проблемы в отношениях? Может быть, какие-то недомолвки? Может быть, происходили какие-то изменения именно в жизни каждого из вас? Например, в жизни его. То есть, вы вот там дальше написали, что он всегда объясняет депрессию. Но депрессия, она же из-за чего-то, да? То есть, депрессия – это диагностированное заболевание. А в результате диагноза назначается лечение. То есть, человек как-то заботится о себе. Человек как-то старается что-то сделать, чтобы, ну, например, выйти из этого состояния, да? из состояния депрессии, вот. А здесь у вас ситуация получается такая, что мужчина объясняет все, что происходит депрессии вроде как. Да? Вот. Но что он делает, знаете, что он делает, дабы ситуацию исправить? Хоть как-нибудь. А что он делает, чтобы ситуацию как-то разрулить? Если у него, ну, действительно депрессия, если у него действительно депрессия. С чего он взял, во-первых, что у него депрессия, да? Как он узнал, что она у него есть? И так далее. Для начала нужно отследить те изменения, которые произошли. Возможно, ваше поведение тоже играло роль. Потому что, ну, если вы проанализируете, как вы себя, например, вели, как вы себя поставили по отношению к человеку. Что вы сделали? Ага, вот. Давали ли вы ему возможность почувствовать себя, допустим, мужчины с вами? Вот. Не обесценили, не обесценивали ли вы себя? Не обесценили ли вы себя, как женщину? Ну, вот. По отношению к нему. То есть, может быть, он просто перестал вами дорожить, например. Ну, просто элементарно перестал вами дорожить по какой-то причине. Вот. Это тоже важный момент. Это тоже серьезно. Это тоже важно. Понимаете? Вот. Так что в начале необходимо проанализировать все как можно более подробно. Дальше. Значит. Его глаза уже не сияют, как раньше, когда он смотрит на меня. У нас пропал секс из отношений. Так. Парень надолго пропадает, не стремится так радовать меня, как прежде. Он это объясняет депрессию и говорит, что ему ничего не хочется. Ну, смотрите. Ведь произошло это не сразу. Да? Произошло это ведь постепенно. И я полагаю, что если произошло это постепенно, то, соответственно, очень важно, как вы отреагировали на проявление, например, исчезновения секса в ваших отношениях в первый раз. Вот. Как вы прореагировали на это? Как вы восприняли это? Как вы восприняли это? Между вами. Вот. Дальше. Значит. Так. Вы говорите, что он не стремится меня так радовать. Значит, мужчина с вами расслабился. Мужчина расслабился и не боится уже вас потерять. Это, на мой взгляд, очевидно совершенно. Он не боится вас потерять. Почему он не боится вас потерять? Вопрос интересный. То есть, с чем это связано? Может быть, вы стали себя вести с ним так, что он уверился в том, что вы никуда не денетесь от него, например. Может быть, что ты еще… Это первое. Второе. Вам, самой, зачем-то, почему-то нужно, чтобы мужчина вас радовал. Обязательно. Вам это нужно, для чего? Чтобы он вас радовал. Почему мужчина, по вашему мнению, должен вас радовать? Ну, казалось бы. Ага. Ну, если мужчина не радует вас, ну, примите это. Примите и все. Но получается, что вы не можете этого сделать. Вот. То есть, вы нуждаетесь в нем, нуждаетесь в его поддержке, наверное. Нуждаетесь в его присутствии в вашей жизни. И нуждаетесь, вероятно, именно в том, чтобы он вас радовал. И я могу спросить только, а вы сами в отношениях что делали? Вот, вы мужчину радуетесь сами, вы как-то для него стараетесь, вы для него выкладываетесь, вы ему даете то, что ему нужно от вас, например. Это ведь тоже очень важно. Это ведь тоже очень важно, чтобы человек получал то, что он хочет. Дальше. Значит. Вам здесь, в ситуации, когда он говорит, как бы, что у меня депрессия, и Джон не хочет, вам нужно ему сказать, ну хорошо, у тебя депрессия. Что ты делать-то будешь с ней, с этой депрессией, что ты будешь ее лечить, будешь ты ее лечить, не будешь ты ее лечить, а что делать-то будешь. И если мужчина вам ничего уразумительного на это не ответит, да, то есть если мужчина, ну просто вот, ну не даст вам четкий план, да, как он собирается менять что-либо, что он собирается делать там и так далее. А вот. То тогда стоит признать, что его все устраивает, ну мужчину. Мужчину все устраивает. Ему нравится это состояние, меняться он не хочет. Абсолютно. И тогда уже, исходя из этого, решать вам, что вы будете делать. Либо вы примете его такое, вот, ну такое, такое отношение, такое поведение по, ну к вам, по отношению к вам, либо нет, либо нет. Потому что, ну, если вам не нравится, то нужно, во-первых, дать об этом человеку понять. А если он на это не обращает внимание, то, опять же, показать, что вы с этим мириться не готовы. Вот и все. Это очень важно, если мы говорим именно о том, что делать вам. Вот. Далее. Далее. Вы пишете. Но я четливо вижу, что его чувств ко мне стало меньше. Ну, понимаете, была такая ситуация, что, как бы вот, если у мужчины влюбленность, ну или просто у человека влюбленность, да, не обязательно, как бы, ну, мужчина. Если у человека влюбленность, то она проходит, ну, спустя какое-то время. Такое бывает. И если у мужчины чувств к вам стало меньше, и если в его жизни ничего не произошло, вы об этом знаете, что в его жизни ничего не произошло, ничего не случилось, да, вот. И в вашей тоже. И между вами ничего не произошло, ничего не случилось. То в таком случае можно говорить о том, что у него просто исчезли к вам чувства. И здесь в таком случае нужно поступить грамотно, не давить на него, отдалиться от него, показать, что вы самостоятельны, показать, что вы, как бы, ну, не собираетесь за ним, там, бегать за ним, там, ну, добиваться его и так далее. А просто-напросто, как бы, ну, это вот его выбор. То есть он выбрал это, он захотел так, это его право. Его право так поступать. Его право так действовать. Вот. И все, как бы. То есть, понимаете, единственный, единственный способ возбудить интерес у мужчин к вам, это вывести его из зоны комфорта и показать, что вы можете уменьшить. Уйти от человека. То есть вы можете отдалиться. Отстраниться. Вот. И все. Вы не будете за ним бегать, вымаливать у него, там, ну, вымаливать его внимание, да, там, прощение, если что-то вы, там, ну, вдруг сделали что-то не так. Хотя я, ну, это не важно на самом деле. Это не важно. Вот. Понимаете, как, какая, какая вещь. Вот. И все. Вот так. Интересно. Мужчина должен почувствовать себя мужчиной вновь. То есть, постарайтесь подумать, что ему нужно для того, чтобы поджиркивать себя мужчиной. Именно с вами. Вот что нужно. Что ему необходимо для этого. И постарайтесь ему эту дату. И либо он это примет, либо нет. И все. Вы, я надеюсь, понимаете, что, ну, никто не может гарантировать и обещать вам, что в результате каких-то действий, там, мужчина к вам вернется обязательно. Вот. Мы не знаем, что у вас за отношения, мы не знаем, какой у вас характер взаимодействия и так далее. А все это нужно. Вот. Подскажите, как исправить ситуацию. Знаете, чтобы ситуацию исправлять, нужно понимать, что именно произошло в ваших отношениях. Что именно случилось. Какова природа потери интереса. Понимаете, в чем дело. Вот. Чтобы исправлять. Прямо это, если вы будете исправлять одно, например, вы будете его пытаться вылечить. Допустим. Ну, от депрессии, например. Вы будете пытаться его вылечить. А у него на самом деле не депрессия, а просто нежелание, например, с вами быть. Получится несколько странно. Согласитесь. Я полагаю, так. А как вернуть его интерес? Ну, вспомнить, чем вы его покорили. Вспомнить, чем вы его зацепили. Вспомнить, как вы себя вели в начале. Вот. Ну, в начале отношений. Когда у него был интерес. Для себя подумать, зачем мне, вот, зачем мне, чтобы мужчина проявлял ко мне интерес. Почему меня это волнует так сильно. Ведь, если я самодостаточная личность, то мне, как бы, не так. Это все важно. Со мной мужчина, без меня, как бы, это не имеет смысла. Не имеет значения. Если я самодостаточная личность. Вот. А если нет, если мне что-то нужно, если я нуждаюсь в чем-то. Вот. Тогда уже работа с вами. Тогда это уже работа с вами. Именно. Не с мужчиной, а с вами. В чем ваша незамодостаточность заключается. Из чего состоит ваша нужда. В чем она заключается. Вот. А как вы могли бы ее реализовать самостоятельно. Вот. Все это нужно будет выяснять. Потому что, если вы замотивированы, ну, сверх мотивированы на то, чтобы с мужчиной быть, то это и приводит в итоге к проблемам. Потому что сверх мотивация не позволяет человеку иметь характерное, репродуктивное, типичное поведение в типичной ситуации. А творческий подход, он в данном случае может только вредить. Вот. Но я, наверное, не буду лукавить, если скажу лучше, что иногда творческий подход в отношениях, конечно, помогает. Но надо понимать, когда его можно использовать, а когда нет. Это первое. И второе. То, что, как бы, извините, но вообще в этом не дело. Да? То есть, ну, у вас ли дело вообще, как бы, у вас ли проблема в общем. Вот. С этим вот и нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Конечно, наверное, надо было, может быть, больше. Ответить вы хотели бы, наверное, больше, но тем не менее, информации вот столько и исходя из этой информации я, как бы, дал вам рекомендации. Возможно, если хотите более подробных рекомендаций, то, соответственно, тогда нужно либо более подробно вопросы расписать, либо, значит, на консультацию записаться и поработать уже непосредственно с проблемой. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.